Музыка Горы ошибок не прощают. Пожалуй, эту фразу многие из нас слышали неоднократно, но особенно ее любят повторять спасатели, которые на собственной практике с истинностью этого высказывания сталкиваются регулярно. Они ежегодно спасают десятки жизней, мечтающих покорить различные горные склоны. Но многие эти восхождения заканчиваются трагедией. Достаточно вспомнить то, что произошло на Эльбрюсе чуть больше недели назад, когда группа из 19 альпинистов, находившихся на высоте более 5000 метров, попала в снежный плен и запросила помощь. Спасательная операция осложнялась погодными условиями. Температура в зоне поисков составляла минус 20, а порывы ветра достигали 70 метров в секунду. Шел мокрый снег и видимость не превышала одного метра. Когда спасатели смогли добраться до пострадавших, они обнаружили тела трех погибших. Еще двое умерли при спуске из-за перехлаждения. Кроме того, часть альпинистов получила сильные обморожения и переломы конечностей. Их в срочном порядке госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Нашим спасателям удалось найти живыми и спустить вниз, передать станции скорой медицинской помощи в медицине катастроф 14 человек. К сожалению, 5 человек при их обнаружении признаков жизни не подавали. Поисковая спасательная операция проводилась в 19 часов 30 минут, закончилась в 2 часа 45 минут. Всего к работам было привлечено 69 человек и 16 единиц техники. Вообще, подобная ситуация в горах не редкость. Только на Эльбрусе за последние 4 года погибли по меньшей мере 20 человек. Причины смерти разные, но их объединяет одно. На сложное восхождение шли неподготовленные люди, не рассчитавшие всю сложность маршрута. 90% трагических каких-то случаев или же каких-то экстремальных ситуаций, в которые люди попадают, это неправильная оценка своих собственных сил. Но уже попав в ситуацию, обозначить свое местонахождение в первую очередь. Во вторую очередь соблюдать спокойствие. Если это зима, если это холод, сохранять тепло максимально. То есть, если вы попали куда-то в снег, то постараться сделать себе какое-то укрытие. Постараться сохранять двигательную активность на протяжении всего этого времени бедствия. Обязательно обозначить, максимально обозначить свое местонахождение. Если вы уже сообщили, где вы находитесь, не уходить с этого места, потому что придут именно в это место. И, конечно, самое главное правило – регистрироваться перед походом у спасателей. И неважно, какой сложности это маршрут, легкий поход к близлежащим озерам или многодневное восхождение на вершину. Надеяться на авось не стоит. Подтверждение – еще один случай, произошедший буквально на той неделе в Карачаево-Черкесии, когда спасать пришлось 82-летнего туриста, который в одиночку вышел на многодневный маршрут, не зарегистрировавшись в местном подразделении МЧС. Сейчас Милетий Григорьевич в Зеленчукской больнице. В силу возраста и проблем со здоровьем, пережитое в горах могло нанести немолодому организму непоправимый ущерб. Но сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. На фоне переохлаждения, так как он находился в это время в горах, видимо, обострилась у него данная патология. С понедельника я его наблюдаю, лечим, подкорректировал лист назначений, добавил препараты. Кое-какие сейчас, на данный момент, у него состояние улучшилось. Дедушка давно ведет активный образ жизни. Годом ранее уже ходил по этому маршруту в составе группы. Но в этот раз принял решение идти в одиночку. Заранее предупредил дочь, что если в назначенное время не выйдет на связь, она немедленно обратится к спасателям. И отправился в путь. Но на фоне стремительно ухудшающихся погодных условий решил следовать одному из главных правил альпинизма. Если застала непогода, стой на месте. После того, как начал подъем на перевал Федосеева, сильный штурмовой ветер, снег. Уже на самом перевале нужно было устроиться так, чтобы тебя оттуда не сдуло. Поэтому сел, закопался, забился ногами в снег. Рюкзак у меня за спиной в одной куртке. Еще одна куртка была, но я побоялся снять рюкзак, чтобы достать оттуда вторую куртку. Иначе могло бы выкинуть и рюкзак, и могло бы выкинуть из двери. И унести его, и куртку не найти. Вот так минут сорок, наверное, стояло. Потом как-то какое-то затище произошло. Я перевалил перевал, пошел вниз. Значит, я должен был уже спускаться вниз, должен был уходить туда, к этому подъемнику. Это уже конец похода, уже пятый поход. Пятый перевал у меня был закончен. Уже на спуске началось то же самое. Сильный ветер, опять сильный ветер, снег. Видимость ограничена. Понял, что надо опять здесь закапываться, я никуда не найду. Опять выровнял какую-то площадку. Чуть-чуть, чуть-чуть рюкзак положил, чтобы он не улетел. Сам, значит, налев этот рюкзак, достал все-таки палатку, достал накидку на палатку. И как можно было на себя натянуть. И там уже ждал утра, когда будет утро. После чего на перевале дедушку отыскали спасатели, которые выдвинулись туда после обращения его дочери. Милитий Григорьевич отметил высокий профессионализм как сотрудников МЧС, так и местных медиков. Меня все могут упрекнуть и упрекают уже, что я пошел один. Что я пошел один. Вот если бы погода была такая же, как в прошлом году, но никаких впечатлений, так сказать, ничего бы не было, не осталось бы ничего, не было бы никаких осложнений. Вы знаете, что на Эльбрусе случилось в этом году, в это же время, понимаете? Вот. Но тем не менее, выводы надо сделать. Все-таки. Я не хочу рекомендовать никому ходить в одиночку. Есть у него опыт, нет у него опыта. В одиночку ходить все-таки не надо. Когда я вышел, я даже не думал, что меня кто-то будет встречать. Мне просто было обидно перед дочерью, что я ее не мог сообщить. Хотя солнечную батарею я зарядил, аккумулятор, и оттуда с перевала должен был ей позвонить. Если там в другой раз появляется сеть, в другой раз ей нет. Ну, надеялся, что появится. Вот это было обидно. Ну, я думал так, сейчас спущусь метров 300 вниз, где более выполаживается склон. Сделаю площадку под палатку, поставлю палатку. Пусть она сырая, спальник у меня сырой. Пусть это все будет в таком виде. Закроюсь, значит, поставлю примус, приготовлю, там, покушаю себе кашу, чаю попью. А потом буду двигаться. В этот день я мог бы не дойти, мог бы не дойти, но на следующий я бы дошел. Еще один показательный случай произошел несколько месяцев назад. Его назвали приключением уральцев на Кавказе, когда спасатели МЧС эвакуировали 45 туристов, которые не смогли покинуть территорию Аландского городища из-за смытой переправы через реку Подарванка. Свою благодарность спасателям они решили выразить необычным способом. Эта песенка посвящается мужчинам Карачаево-Черкесской поисково-спасательного отряда имени Тираева. Всем, особенно Александру и Азамату, которые больше находились с нами. Настоящая песня для поддержки духа наших мужчин. По их веселым лицам и не скажешь, что буквально вчера они были заложниками разбушевавшейся реки, которая смыла мост и лишила их возможности вернуться на базу отдыха. Но все хорошо, что хорошо кончается. Некоторые шутят, что это происшествие стало своеобразной изюминкой их путешествия, о которой они обязательно расскажут своим друзьям и близким. У меня не было волнения, потому что, во-первых, у нас прекрасный гид, у нас прекрасный наш сопровождающий. То есть они до такой степени, вот этот профессионализм, они показали свой профессионализм, они спокойны, они все решали, все вопросы. То есть это было не было таких каких-то вот там, ой, там какой-то суматохи или чего-то. Все было спокойно, все было ровно, все было организовано. То есть когда приехали им честно, нам сказали собрать вот это, вот это, вот это. То есть вот все. Мы все дружно пришли, мы все дружно стали это делать. То есть все здорово вообще. Спасибо всем. Я тоже немного была в таком волнении, потому что первый раз попала в такую ситуацию вообще в жизни, в принципе, надеюсь, больше такого не будет. Ну, когда попала в руки таким замечательным, крепким, сильным духом, вообще мужчинам, профессионалам своего дела, то я просто вот, когда дошла, и со слезами на глазах я просто благодарила их. На самом деле мы действительно не думали, что настолько быстро все произойдет, и, в принципе, развлекались там, как могли. Познакомились уже с ребятами, которые были там на экскурсии, и думали, где, в каком храме будем раскладывать спальные мешки, где будем петь песни, потому что, ну, туристы у нас достаточно позитивные, мы и песни запевали, и друг друга развлекали, и костры думали уже разжигать. Но тут началась уже спасательная операция, мы даже подрастроились. Эта туристическая группа прибыла в Карачаево-Черкесию с восьмидневным туром. Инцидент с разрушенным мостом произошел на пятый день отдыха, во время посещения Аланских храмов в Нижнем Архизе. Казалось бы, туристы могли испугаться от непредвиденных погодных условий и их последствий, все бросить и уехать домой. Но не эта группа из Челябинска. Красота местной природы покорила их навсегда, а профессионализм спасателей внушил уверенность в безопасности. Мы сперва влюбились вообще в Кавказ, а сейчас мы влюбились и в ваших специалистов, и в ваших руководствах, все на высшем уровне действительно было. И МЧС, ребята, они сработали не только как профессионалы своего дела, ну как психологи, если, я говорю, у нас группа разновозрастная, от ребятишек до женщин уже в возрасте. И если мы подходили к началу перехода этого с волнением, то уже к концу все спускались с улыбкой, спокойные, нас обогрели, нас накормили, нас напоили. Мы прям чувствовали себя в надежных руках, не брошены, и все произошло, правда, очень быстро. Мы не успели сильно испугаться, как-то разволноваться. Спасибо большое. И да, от нашего региона, правда, хотим попросить руководство вашего региона, Карачаево-Черкесия, чтобы они отметили все-таки работу поисково-спасательного этого отряда. Спасательная операция по переправке туристов через реку Подорванка длилась 4 часа. После происшествия всех потерпевших обогрели, накормили и доставили в гостиницу. Из-за случившегося пришлось немного скорректировать программу отдыха, так как их автобус так и остался на территории Аландского городища. Но такие изменения ни капли не смутили жизнерадостных гостей республики. Ведь это значит, что они смогли увидеть еще больше красот полюбившейся Карачаева-Черкесии. Впрочем, красивые пейзажи также нередко становятся косвенной причиной происшествий в горах. Чтобы запечатлеть на память увиденное, многие туристы готовы избираться даже на самые опасные склоны. Благо, сегодня у спасателей есть специальная техника для работы высокогорья. Снегоходы, квадроцикл, квадрокоптеры и специальный пневмоинструмент. С помощью этой техники сотрудники Архынского поисково-спасательного подразделения МЧС могут оперативно работать в горах и быстро ликвидировать последствия любого ЧП. Данное подразделение, в силу даже своей дислокации, понятно, что заточено в основном на проведение работ в высокогорной зоне ответственности Карачаева-Черкесского отряда. И, соответственно, техника, оснащенность и люди, самое главное, заточены именно на проведение работ, то, о чем мы практически вчера целый день говорили, именно аттестованные и квалифицированные, и, самое главное, акклиматизированные для работы высокогорья. В тонкости применения спасательного снаряжения с интересом вникает приехавший в республику Виктор Бондарев. Сейчас председатель Сенатского комитета по обороне и безопасности, а в недавнем прошлом главком российских ВКС – сам боевой лётчик-штурмовик. Вот, к примеру, это подвижный пункт управления, который разворачивают в районе ЧП на период её ликвидации. На первый взгляд – обычные палатки. Вот только внутри не только спальник, но и рабочая зона и кухня с душем, что максимально облегчает спасателям работу в полевых условиях. Познакомили сенатора и с четыряногими бойцами отряда. Один способен найти следы человека, второй – оперативно доставить до места происшествия. А ещё у сотрудников МЧС есть в арсенале летающие помощники. Виктор Бондарев высоко оценил готовность личного состава к обеспечению безопасности жителей и гостей региона, вручив отличившимся грамоты от Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Все думают, вот, попал служить на Северный Кавказ, как у Бога за пазухой. Это говорят те, кто реально не владеет обстановкой и не знает, какие здесь бывают случаи и сколько здесь гибнет народа. Вчера ваш руководитель закладывал, за год, если мне память не изменяет, более 90 человек. Поэтому, если бы вас не было, их бы было значительно больше. Поверьте, мы видим и знаем ваши тяготы и лишения, знаем, что необходимо сделать, и будем делать все от нас зависящее и возможное, чтобы ваша служба была достойно оплачена и достойна. Потом, в процессе окончания службы, при выходе на пенсию, тоже вы себя чувствовали достойно. Спасибо вам за вашу службу, за вашу работу. А служба их и трудна, и опасна. Ведь нередко из-за беспечности туристов спасатели рискуют собственной жизнью. Поэтому в профессию идут только отважные, готовые к любым капризам погоды. Но было бы лучше, чтобы в их практике таких случаев было все меньше. Словом, горы манят красотой. Но ошибок не прощают. Цена ошибки в горах – человеческая жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова